HR-радио представляет личный блог Анны Несмеевой. Добрый день, дорогие коллеги. Если помните, неделю назад мы с вами собирались поговорить об удаленной работе. Держу свои обещания. Сегодняшний аудиоблог об удаленных сотрудниках, о способах мотивации и о том, как молодежь вписывается в этот тренд. Если помните, всего несколько лет назад удаленная работа существовала фактически только в страховании, в каких-то удаленных сетевых продажах и в IT-секторе. Мы воспринимали как удаленных работников, программистов, которые сидят и программируют что-нибудь в Индии или, может быть, в Саратове, в Новосибирске по заказу компании «Силиконовая долина». По сути, удаленными работниками были агенты Росгосстраха, допустим, или какого-нибудь АМВЭ или Эйвона. Но времена идут, и сегодня практика удаленной работы стала весьма и весьма распространена. Давайте разберемся, с чем это связано. В первую очередь с изменением технологий. Технологии, которые позволяют организовывать удаленную работу, а это не только сам факт выполнения работы, но и постоянные коммуникации со своим руководителем и коллегами, отчетность, сообщение о том, как идет проект коммуникации внутри проекта и оплата. Вот весь этот комплекс технологий стал дешев и доступен. Нам не нужно устанавливать сложные специальные программные средства. Нам не нужно закупать какое-то сложное и дорогое оборудование. Нам не нужно проводить конференции в специально оборудованных комнатах с камерами. Я, как сейчас помню, 7 лет назад в одной телеком-компании мы сидели и проводили конференцию с ребятами из Сибири, и нам рассказывали о том, как это дорого, потому что идет по каналам трансляции специально предоставленными структурами РЖД. Нет, сегодня это не требуется. Если у вас есть ноутбук, подключение к интернету или даже мощный смартфон, вы можете подключиться к внутренней сети компании при наличии соответствующих доступов и паролей, либо вы можете работать в облачном сервисе, и фактические задачи коммуникации, технологии у вас будут решены. Осталось только решить вопрос, как структурировать вашу работу, как ставить вам задачи, как проверять их результаты. Итак, первая история про распространенность – это удешевление и организация этого процесса. Вторая история, почему сейчас выстрелили вакансии с удаленной работой – это удешевление этого процесса. Компании начали активно экономить. А мы с вами знаем, что в среднем удаленный сотрудник обходится компанией на 30-40% дешевле по сравнению с персоналом, работающим в офисе. В сумму этой экономии входят и разницы в оплате, и различные бонусы и компенсации, и затраты на дорогу, затраты на обеды, затраты на рабочие места и так далее. Надо сказать, что люди сами начинают высоко ценить свое время. Люди сами начинают говорить о том, что им удобнее работать по скользящему графику, работать частично удаленно, либо полностью удаленно. И компании в то же время начинают весьма и весьма оживленно поглядывать в сторону сотрудников из других городов, где есть вполне достойные специалисты. И даже наши бывшие московские коллеги, как вот недавно мне заметил один из моих друзей по внутренним коммуникациям, я вернулся в свой родной город, потому что здесь жить дешевле, здесь жить комфортнее. А я могу продолжать отношения со своими друзьями и своими заказчиками удаленно и работать через интернет. Итак, у вас появилась возможность нанимать дешевле более качественных специалистов, у них появилась возможность работать комфортнее. Что же молодежь? Я вам хочу сказать, что молодежь, а мы говорили о ней всю прошлую неделю, это ребята поколения Y и поколения Z, особенно Z, очень ценят независимость, очень ценят свободный график, очень ценят возможность создавать свой собственный ритм жизни, наполнение жизни. И часто плохо вписываются в существующую офисную структуру. Поэтому для них я рекомендую использовать, может быть, не полностью, но хотя бы частично удаленную работу. Поверьте мне, этим вы сбережете себе деньги и получите много достаточно лояльных и достаточно активно включенных сотрудников. Интересная особенность. Чем моложе сотрудник, тем, как правило, лучше и эффективнее он работает на удаленке. Неделю назад мы говорили с вами об этом. Наши нынешние студенты привыкли работать там и тогда, когда попадает возможность. Где есть интернет, где есть стол, где есть возможность посидеть полчаса. Так они пишут свои курсовые работы за столиками в кофейне и одновременно решают какие-то задачи по своим проектам, подработке. Используйте эту возможность. Скорее всего, приучить к удаленной работе сотрудника поколения Х, каким бы мегапрофессионалом он ни был, у вас не получится. Ну, если только это уже не готовый фрилансер. А вот получить удаленного сотрудника или сотрудника с гибким графиком, который будет работать хорошо из молодого парня или девчонки, вполне реально. При этом он будет вписываться в вашу корпоративную культуру. В то время как опытный, так скажем, матерый фрилансер поколения Х, конечно, всегда будет ощущать себя вольным игроком. И ни о какой мотивации, ни о каком вовлечении в проект, конечно, говорить здесь не придется. Поэтому, если вы думаете, серьезно думаете о том, чтобы снизить свой бюджет за счет удаленной работы, обратите в свой взор на молодых сотрудников. О чем стоит подумать здесь? Во-первых, неважно, будете ли вы нанимать молодого сотрудника или опытного, знакомьтесь с каждым из них лично. Если есть возможность, повстречайтесь с ним face to face. Нет возможности, устанавливайте, проводите видеоинтервью. Причем сделайте его неформальным. Не с постным лицом с той стороны камеры на фоне стены переговорной, а возьмите с собой ноутбук в корпоративную столовую или поговорите с ним из кафе. То есть так, чтобы разговор проходил максимально неформально. И здесь вам, скорее всего, нужно не задавать ему вопросы по формальным критериям, а постараться узнать о нем побольше. Что он любит, как он проводит свое время, какие у него планы на будущее, как он может интегрироваться в какие-то еще ваши проекты. Для удаленного сотрудника главный крючок и главная мотивация – это возможность интегрироваться в среду компании, чувствовать себя не чужим, не разовым наемником, а частью структуры, частью какого-то общего большого проекта. И вы, как наниматель, должны знать о нем все. Его хобби, его увлечения, его друзья. А он должен знать о том, кто вы и чем живет ваша компания. Следующая история – это общайтесь с ними. Если у вас в компании есть корпоративные порталы, а еще лучше – корпоративная социальная сеть, подключайте его туда обязательно и общайтесь с ним там постоянно. Если такого ресурса нет, подумайте об использовании, возможно, каких-то закрытых групп в социальных сетях или в мессенджерах. Ни в коем случае не бросайте этого человека до точки проверки проекта или дедлайна. Ну и, наконец, обязательно познакомьте своих новых удаленщиков со старыми опытными сотрудниками, через которых, собственно говоря, и будет происходить вот эта передача опыта, которые и создадут вот эти мостики горизонтальной связи. Ну и, конечно, если возможности есть, и человек работает более или менее недалеко от вас, старайтесь хотя бы раз в квартал приглашать его на какие-то мероприятия в офис. Не всегда это могут быть праздники. Это может быть, например, День донора или спортивное мероприятие. Но дайте ему возможность пообщаться с коллегами вживую. Ну что же, сегодня мы с вами заговорились. У нас получился длинный блог. Но тема, мне кажется, того стоила. На этом сегодня я прощаюсь с вами. А мы через неделю поговорим о нестандартных способах мотивации. HR-радио представляет. Личный блог Анны Несмеевой. Слушайте каждый вторник. Личный опыт в области внутренних коммуникаций, корпоративной культуры и внутреннего пиар. Простые и практические решения. Каждый вторник. Личный блог Анны Несмеевой. В эфире HR-радио. На сайте HR-радио.ру И на странице в Фейсбуке. Facebook. HR-радио.ru Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.